Уважаемые дамы и господа, если уж мы рассматриваем живые топологии и нечеловеческих посредников, то я бы в моем докладе сопоставил четыре более или менее связанные с человеком отрасли. Искусство, философию, психоанализ и теорию медиа. Чтобы избежать недоразумений, я хотел бы подчеркнуть, что при этом я придерживаюсь теории медиа так называемой берлинской школы, в свое время образованной вокруг Фридриха Китлера. Именно из этого контекста можно было бы утверждать, что если философия учит такому исканному разговору с самим собой, который, во-первых, воспринимает все отображаемое как само собой разумеющееся, а во-вторых, фиксирует непрерывный процесс повторения, так что все индивиды при рассказывании истории своей жизни становятся такими маленькими авторами, маленькими Пушкинами или маленькими Готе, как это выражался Китлер. То психоанализ, напротив, настаивает, что сознание — это только воображаемый взгляд внутрь себя, когда-то созданный в соответствии с медийными стандартами. Психоанализ стремится изменить иллюзии технически трезвой проверкой работы этого медийного аппарата. Известно, что для откладки этого медийного аппарата применяются прежде всего средства трансляции и фиксации. Машины, опирующие образами, словами и числами. Именно на это я как бы уже в предыдущих дискуссиях пытался тоже… Но именно мои вопросы были связаны с таким сопоставлением. Уже сам материализм Фрейда мыслил то же самое, что его эпоха воплощала в машинах по обработке информации. В практике психоанализа средствами переноса данных служили телефоны, которые превращали звук голоса в электричество, а бессознательное пациента — в речь сознания. Телефон таким образом придавал содержание бессознательного психоаналитику и транслировал попутные замечания аналитика, вновь превращая их в голос и форму бессознательного. Следствием трансляции, в толковании сновидений, тоже довольно-таки известно, стал оптический аппарат по типу камеры, которая помещала сокровенные мечтания в систему осознаваемого восприятия. Вместо души, которая почиталась прочником всяческих мечтательных представлений, Фрейд описывает аппарат психики, довольно-таки любимое его выражение, которое объединяет в себе все известные средства переноса и фиксации информации, равняясь тем самым с универсальным техническим средством вычислений. Компьютером, который, как известно, и оказывается между Фрейдом и Лаканом, так называемой универсальной дискретной машиной Элна Тьюринга. Показ этого слайда не связан с таким иллюстративным характером машины Элна Тьюринга, а именно, что меня интересует и что я в продолжении моего доклада хотел затронуть, это именно такой оперативный процесс с операциями символического. В эпоху господства хай-тека психоанализ выстраивает аппарат психики уже не просто как медийную запись или перенос данных. Короткая цитата Китлера. В определение человека уже не входят свойства, в которых философы предполагают путь и средства самосознания всего человечества, но лишь в соответствии техническим стандартам. Мы теперь точно знаем, что любая психология или антропология всего лишь записывает с помощью знаков, какие из функций опработки данных уже освоены машиной, могут также быть применены в реальности. Конец цитаты. Также и современная теория сознания, даже если мы не будем ее вслед за Лаканом относить к техническим наукам или к тому же самому трансуманизму, но видеть ее во всей ее прелестности или же чудовищности все равно имеет дело с фиксацией, сравнением и именно подсчетом. Прежде чем я перейду к двум примерам, которые я хотел бы сопостановить. Я хотел бы сделать такую небольшую ремарку, что если я сейчас буду сравнять таких два различных контекста, то меня не интересует именно оперативный характер этих двух примеров. то, что меня интересует определенная оболочка, которая выстраивается, такая медийная оболочка, которая именно выстраивается между восприятелем и определенными символическими структурами. Это можно так сказать более обширно. То есть это для такой простой визуализации можно себе представить ту же самую икону, которая заслоняется окладом. И таким образом оклад позволяет именно в таком ортилоксальном порядке не профанировать сакральное место при прикосновении к сакральному изображению. Или же то же самое, об этом, я думаю, нам будет еще рассказывать Михаил, что касается тех же самых средств общения, тех же самых телефонов или же iPad'ов или еще различных технических приспособлений. Исходя из этих соображений, в следующем будут сопоставлены две различные работы. Аппараты влияния Виктора Тауска, работа ученика Фрейда 1919 года и мультимедийный проект художника Павла Пеперштейна «Гипноз» 2006 года. Исходя из интерфоренции этих работ, я хотел бы рассмотреть структуры медиальности, в котором существенен момент неопределенности. Именно такие символообразующие процессы и практики по своему собственному сценарию, создающие гиперреальность, вторую симулированную действительность, которая в качестве диспозитива внутреннего пространства или, другими словами, медиальной среды на грани хаоса, воздействует как на индивидуальные, так и на общественные представления потребности, желания и восприятия. «Мы живем под гипнозом знаков», пишет художник Павел Пеперштейн в сопроводительном письме к своему фильму «Гипноз», после чего продолжает. Та энергия, которая позволяет знаку держать нас в закипнотизированном состоянии, проистекает из двух источников. Один источник — это функционирование знака в поле его прочтения, то есть настоящая знака. Второй источник — история знака, его таинственное прошлое, включающая в себя наиболее загадочный момент превращения в знак того, что раньше было не знаком. В своем фильме Пеперштейн пытается растянуть этот наиболее загадочный момент, задаваясь психоаналитическим вопросом, чем отличается фалос от пениса. Хотел бы, может быть, многим из вас известен этот фильм, но я хотел показать небольшой отрывок из этого фильма. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Напрашивающий сам собой ответ на вопрос, который поставил КОНЕЦ Пеперштейн, что фалос — это знак, в то время как пенис — это всего лишь часть тела, чисто лишённое какого бы то ни было символического статуса, перетерпевает в фильме многократно скрытое зрительное преобразование. Чтобы достичь воплощения универсального фалического означающего, пенис, который пока не является знаком, должен перейти в эрегированное состояние. Процесс эрекции по Пеперштейну является одним из наиболее гипнотизирующих упущений нашей культуры неким слепым пятном. Фильм делает установку на созерцание этого несозерцаемого, символически невидимого процесса. Несомненно, что Пеперштейн, помимо поисков слепого пятна, затрагивает с тем, чтобы опрокинуть его, также и фрейдетский термин — зависть к пенису. В фильме «Гипноз» шесть молодых женщин рассматривают и оживляют мужской член. Именно взглядом. Шесть эпизодов фильма демонстрируют один и тот же план, где под неподвижными взглядами шестерых женщин шесть пенисов переходят в фаллическое состояние, пытаясь достичь эрекции. Создается ощущение, что посредством взглядов женщины пытаются загипнотизировать своего визави до состояния фаллоса, с тем, чтобы, наконец, получить шанс отдаться магии символа. Пеперштейн, тем не менее, меняет полярность известного и спорного тезиса Фрейда. На протяжении всего фильма встают вопросы, кто именно, женщина или член, выступает объектом, а кто — субъектом гипноза. Действительно ли женский взгляд гипнотизирует мужской член, или наоборот, женщина гипнотизирует сам процесс эрекции. Пеперштейн считает, что именно в этом месте он обнаруживает конвольсии, сопровождающие превращение незнака в знак. Ритм этих конвольций, цитата Пеперштейна, иногда напоминает танец сам по себе, как кажется, передает некую информацию, происходит визуализация или попытка визуализации тайного текста нашей культуры, в которой знак и конфликт, связанной нераспродолженными узами. Именно в этом контексте имеет смысл уделить внимание психоаналитику Виктору Тауску и сопоставить его знаменитую историю болезни с концептом влияния Пеперштейна. В 1919 году верного последователя Фрейда посещает 31-летняя Наталья А. Бывшая студентка философии жаловалась на то, что ее и ее мыслями вот уже в течение 6,5 лет управляют при помощи якобы запрещенного полиции странного электрического аппарата. Тауск отмечает, что аппарат имеет вид человеческого тела, а именно вид больного, чьи внутренности состоят из электрических батарей, возможно, имеющих форму нечеловеческих внутренних органов. Относительно принципа действий, дьявольского аппарата, пациентка не может сообщить ничего определенного. Она говорит о волнах, лучах и электрическом токе. Тауск записывает, в каком-то смысле телепатично. В чем Наталья А. однако совершенно уверена, так это в том, что аппаратом управляет отвергнутый ей жених, некий университетский профессор. Аппарат способен как создавать, так и уничтожать мысли, чувства и даже телесные ощущения. Тауск записывает, раньше посредством манипуляций с гениталиями аппарата у нее возникали и сексуальные ощущения, однако теперь с некоторых пор у аппарата нет больше гениталей. Конец цитата. Терапия продолжается недолго. Уже после трех сеансов Наталья А. переходит к заключению, что Тауск, так же, как и многие другие близкие ей люди, тоже находится под воздействием аппарата. Так Тауск становится для нее символом врага. Поскольку Наталья А. утратила к нему доверие, она прекращает лечение. Год спустя, после того, как Тауск описал этот случай в международном журнале по медицинскому психоанализу, он в 1920 году кончает жизнь самоубийством. В сочинении Тауска аппарата влияния, в котором он набрасывает психозную картину болезни человека, уверенного, что его мыслями и действиями управляет некая машина, описаны и другие случаи. Наталья А. Стоит, однако, в центре исследования. После того, как Тауск приводит в своей работе многочисленные примеры и результаты анализа из школы Фрейда, он в заключении возвращается к вопросу о том, каким образом можно обосновывать ту точку зрения, что даже обычный клинически известный аппарат влияния, имеющий типичную форму машины, может стать проекцией тела больного, как это было в случае с аппаратом госпожи Натальи. Он делает следующий вывод. Формирование аппарата, влияние в виде машины говорит о проекции собственного тела, целиком выступающего в качестве гениталий. Если видимая во сне машина является всего лишь изображением получивших главенство гениталий, то это ни в коем случае не противоречит возможности того, что в случае шизофрении подобная машина является изображением в виде гениталий всего тела целиком. Генитальность здесь это символ сексуальности, которая старее, чем символика и чем любое средство выражения, пригодное для связи человека с человеком, которое таким образом не может иметь никакого современного выражения, чтобы быть сообщенной. Конец цитаты. Не говоря об этом прямо, Таус полагает здесь, что бессознательное, открывшееся ему в описанной Наталье А аппаратом воздействие является символической машиной. Символическая машина, управляемая век радио при помощи электромагнитных волн. Поскольку аппарат воздействия, обладающий способностью изменять свою форму и имеющий таким образом протезирующую власть, воздействовал на всех знакомых пациентки, то помимо технической функциональности здесь присутствует еще и коллективная бессознательная, работающая внутри аппарата воздействия, чей вид изображает в вене гениталий все человеческое тело целиком. Мужские гениталии фирмы Пепперштейна находятся по большей части в промежуточном пространстве, в то время как член сам по себе не вызывает никаких ассоциаций, кроме как из области естественной истории, архаической мифологии или научной фантастики, каждая из шести женских лиц Пепперштейна связывает с культурным наследием и идеалом красоты различных эпох. Кроме того, можно констатировать, что концептуализации фильма не присущи ни фривольность, ни психологичность, несмотря на постструктуальное воззрение, способ передать, который ищет автор и режиссер. Зрелища членов, совершающих непредсказуемые движения, в то время как улыбающиеся, восторженные, любопытные женские лица без малейшего признака похоти, смотрят на них, не несет в себе ничего порнографического. Фильмы присущ своеобразный лирично-обзорный юмор, чей художественный сдвиг состоит в том, чтобы показать практики удлинения и переноса. Эту точку зрения подтверждают и созданные в непосредственной связи с фильмом акварельные рисунки Пеперштейна, являющиеся своеобразными графическими набросками, словно бы лежащими в основу построения сцен фильма. Внимательные взгляды женщин, изображающих в том же ракурсе, что и в фильме, рассматривают здесь, однако, уже полностью сформировавшиеся символы красную звезду, полумесяц, свастику или черный квадрат. Еще неописанный статус этих знаков сам по себе процесс символизации давно исчез под общими усилиями различных культур, идеологий и традиций. И то, что появляется перед символом, теперь попадает в преобразующий человека механизм влияния. В связи с проскальзывающим в фильм вопросом о том, кто же является субъектом, а кто объектом гипноза, рисунки демонстрируют бросающиеся в глаза находку, как некое подобие моментальных снимков зарисовок, фиксирующих формирование мышления. Они наглядно показывают, что гипнотизировать уже устоявшиеся символы, скорее всего, бессмысленно. Можно только находиться под их влиянием и открывать им себя. Пеперштейн следует Лакану и говорит в лицо, что мы больше, чем мы можем подумать о себе. Мы сегодня отдаем себя во власть всякого рода устройств от микроскопа до телевизора с антеннами и впрочем до айфона. Если реальное, безусловно, находится в своем месте, то символическое всякий раз само меняет место и тогда тасование субъекта и зеркального я просто открывает перед нами игровое пространство, которое без заполнения не может избыть себя, поскольку ни при каких условиях не становится частью описания. Из топологического отношения искусства, философии, психоанализа и теория медиа явствует таким образом, что женские взгляды в фильме Пепперштейна заняты скорее поддержанием переходного состояния на пороге эрекции, на пороге символического. Так как становление символом здесь сознательно предотвращается, то и аппарат воздействия вместе со своей поглощающей силой не вступает в игру. Именно на такой танец на пороге именно на такой танец на пороге на такие конвульсии и обречен человеческий удел и на человеческом мире. По крайней мере, пока субъект не владеет никаким формальным языком. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ГОРНАТНЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ИНТРИМ Продолжение следует...